А во дворце культуры металлист областного центра яркий праздник прошел для тех, кому он, наверное, нужнее всех. Это воспитанники Тверского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Причем его руководство при организации ёлки решило пойти нестандартным путем. Уже более 20 лет в Твери успешно работает реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Все это время организация праздничной ёлки – один из непременных атрибутов встречи приближающегося Нового года. При этом педагоги сами же выступают и в роли аниматоров. Они много лет работают с нашими детишками, знают их потребности, возможности, что они умеют, кто петь, кто танцевать, кому подойти с какой просьбой поучаствовать в каком конкурсе. Поэтому мы с удовольствием готовим утренники для наших детей сами. Председатель областного отделения Всероссийской организации инвалидов Александр Трегуб отметил, что такая новогодняя ёлка важна не только для детей, но и для их родителей. Каждый раз родитель хочет верить в чудо, что чудо свершится и его ребёнок выздоровеет. И поэтому вот сегодня будем верить, что чудо будет, эта ёлка удастся, наши дети получат заряд бодрости, родители. Настоятель храма иконы Божьей Матери и всех скорбящих радостей, отец Леонид, регулярно посещает реабилитационный центр. Священник отмечает, что дети инвалиды не только нуждаются в поддержке, но они сами помогают всем нам. Они помогают обществу стать тем обществом, которое должно быть. Они собирают вокруг себя людей, которые родились с благотворительным сердцем. Это самая большая ценность перед Богом. ТРК Тверской проспект уже много лет является информационным спонсором реабилитационного центра. Неудивительно, что одним из гостей праздника стал вице-президент медиахолдинга, член попечительского совета Сергей Рогозин, который поздравил педагогов и воспитанников с приближающимся праздником. Я желаю вам больше радости и счастья, веселой елки. Ну а тем, кто вам помогает, вашим родителям и замечательному, высоко профессиональному, педагогическому пути реабилитационного центра, пожелаю терпения, радости, здоровья и успехов. С наступающим Новым Годом! И детям, и родителям очень понравилась эта устроенная педагогами реабилитационного центра «Елка», которая завершилась традиционной раздачей новогодних подарков.